Всем привет! Сегодня 5 февраля, Московская область, я начинаю посевной сезон. Мероприятия я это планировала на первое число, но времени катастрофически не хватает. Но я никуда не спешу, лудным календарем я не пользуюсь. Высеваю семена, когда есть свободное время и когда есть настроение. И начну я, конечно, с цветочных культур. Более подробное видео есть на канале, можно зайти посмотреть. Но сейчас вкратце покажу, что буду высевать. Это синеголовник, это многолетнее растение, такая колючка, очень красивая, хочу вырастить. Потом булавоносец, это декоративный злак, такая голубая кочка, очень похожа на овсяницу. Также декоративный злак, это пенесентум. В средней полосе он растет как однолетнее растение, тоже очень красивый злак. Мне здесь подарили флокс метельчатый, я понимаю, что это многолетние растения. Не планировала высевать, но подарили, буду сеять, что теперь делать. И также, конечно же, я высеваю лаванду. Цвет классический, лавандово-фиолетовый. Лаванду можно, из всех этих растений я выращивала только лаванду. У меня уже в саду это будет пятый сорт. Все остальные это новинки для меня. Засчет лаванды хочу сказать, что ее можно спокойно высевать до 15 февраля, и она у вас зацветет в этом же году. Здесь сам момент важен, не когда вы посеете семена, там, в январе, в декабре прошлого года, там, или в феврале. Не важно, когда вы посеете, здесь важен момент, какой уход у вас в дальнейшем будет. Можно посеять ее и в декабре в прошлом году, и она вам выдаст там одно-два соцветия, и маленькие, и хиленькие кустики будут. А можно посеять в феврале или в середине февраля, и она у вас будет пышным кустом, и будет очень много соцветий. Вот это, допустим, белая лаванда, которую вы сейчас видите, она выращивалась тоже в начале февраля. Это сорт белый иней. Смотрите, какие хорошие кустики и сколько много соцветий. Высевала вот в начале февраля. Все зависит, какой вы дадите дальше уход. А уход это хороший грунт, хороший объем земли в каждом стаканчике для растения, и хорошая подсветка хотя бы на первом этапе выращивания. И тогда лаванда будет действительно в первый год красивым кустом и с многочисленными соцветиями. Так что высевайте лаванду до 20-15 февраля, и у вас будут хорошие кусты. Ну, конечно же, условия выращивания. Сегодня я высеваю в квартире. Я живу пока сейчас на два дома, потому что в доме идет ремонт, и я то в квартире, то в доме. И сегодня буду высевать здесь в квартире. Итак, привезла из деревни этот торф, агробалт. Это чистый агробалт, большие брикеты, по-моему, по 750 литров я покупаю. И он без добавок. Это упаковка оранжево-желтая. Чистый торф, нейтральный. Перед, конечно, посевом торф нужно увлажнить. Потом, когда вы уже посеете семена, торф невозможно будет увлажнить. Дальше я использую чистый торф 70% и 30% это биогумус. Сейчас я вам покажу поближе. Вот так он выглядит. Это уже просеянный через мелкое сито 1-миллиметровое. Это биогумус, который производят мои черви-старатели. Они у меня до сих пор живы. И все хорошо. Вот никак времени нет вам заснять, как же у меня дальше идет процесс выращивания моих червей и производства биогумуса. Обязательно сниму червей-старателей. Если я не ошибаюсь, в конце февраля будет год, как я их приобрела. Появились новые наработки. Было несколько опытов, но это нужно снимать и рассказывать. Итак, составляю почвосмесь именно для посева семян. Этот способ я попробовала в прошлом году. Он мне понравился, поэтому в этом году точно так же буду поступать. Эту почвосмесь я готовлю только для посева семян. Отсюда я уже буду пикировать или переваливать сеянцы в совершенно другой грунт. Для посева буду использовать эту почвосмесь. Торфа беру 70%, 30% беру биогумуса, который производят мои червей-старатели. И просто перемешиваю. Хорошо. Так как я нахожусь в квартире, и все, что у меня было под рукой, то я и беру. И для посева, и для смешивания, и так далее. Итак, почвосмесь я хорошо перемешала. Она получается воздушная, влагоемкая и в то же время питательная. Знаете, бытует такое мнение, что семена не обязательно высевать в питательный грунт. Достаточно обычного торфа пустого или кокосового субстракта. Я так не делаю. Я изначально почвосмесь для семян готовлю, чтобы она была питательная. Потому что, когда уже есть всходы, и пора пикировать, я это не делаю никогда на стадии семидольных листов. Я даю растению вырасти, чтобы было, ну, как минимум, три настоящих листа. А чтобы растение сейниц вырос до трех настоящих листов, ему нужно чем-то питаться. Поэтому я изначально для посева готовлю почвосмесь, чтобы там было питание. Итак, для посева буду использовать вот такие одноразовые контейнеры. Они, по-моему, 200-граммовые. И насыпаю сюда почвосмесь наполовину. Я использую такие маленькие, потому что семян в пакетиках очень мало. Здесь три, где-то пять, ну, максимум шесть-семь. Наполовину заполняю контейнер. Это потому что я потом подсыпаю. То есть, если растение подтягивается даже под лампами, в феврале, она даже будет вытягиваться и под лампами, я подсыпаю. И чтобы было место, куда подсыпать, буквально для начала хватит и половинки. И, конечно, немножко прижимаю грунт. Ну, начнем. Давайте начнем мы с булавоносца. Это семена профессиональные я покупала. Надеюсь, что они свежие. Я в этом магазинчике покупаю уже второй год. Так, булавоносец. Здесь раз, два, три, четыре, пять семян. И они обработаны. И здесь, конечно, рассказывает-то нечего. Просто раскладываем семена по поверхности. Семен мало, поэтому расстояние между семенами будет приличное. И они здесь довольно-таки долго могут расти. Нет, здесь не пять семян, здесь шесть семян. И вот так получается, видите, шесть семян. Они сеются поверхностно. При поливе, потом я еще, конечно, сверху буду поливать, они еще немножко углубятся, и все. Конечно, в этих контейнерах я не сказала, что есть у меня сливное отверстие. И после полива я накрою прозрачной крышкой. Конечно, я подпишу, но так как у меня в квартире здесь нет маркера, я взяла этот же контейнер, в котором были семена. Я его просто надпись сделала, закрыла этот контейнер, и временно пока вот так подпишу. То есть контейнер положила сюда. Это временно. Я уже потом, когда эти растения вывезу в деревню, я подпишу нормально уже. Все, и так я буду высевать все цветы, все сейцы поверхностно. Сейчас я буду высевать, и уже в конце я остановлюсь на лаванде. Так, и осталась у меня еще лаванда. Как я говорила, у меня в саду уже 4 сорта. Я каждый год ее выращиваю из семян, каждый год новый сорт. И сейчас я стараюсь лаванду высаживать не российского производства, так сказать, да, иностранные. Потому что я уже снимала видео, показывала вам, чем отличаются наши семена от зарубежных. Например, Панка Америка. Отличные семена. Так, лаванда высевается поверхностно. Я стратификацией не занимаюсь. Потому что считаю так, что если семена свежие, хорошие, у них хорошая схожесть, никакой стратификации она не нуждается. Лишь бы были семена свежие. Все, это самое важное. Единственное, что до посева семян, вот этих всех растений, которые я сегодня высевала, я их держала, эти пакетики, в холодильнике. Так, практически там 2 месяца они у меня находились в холодильнике. Все. Одна надежда на свежие семена. И тогда лаванда взойдет. Этот сорт тоже иностранной селекции, гибрид. Посмотрим, как он зайдет. Но отзывы о нем очень хорошие. Приклеились. Даже не вытащишь. Вот. Все. Раскладываю поверхностно, не присыпая. Ну, после полива, конечно, они чуть-чуть уйдут в землю. Этого достаточно. Иногда я еще, знаете, как делаю? Слегка-слегка присыпаю мелким-мелким песочком. Вот прям как присаливаю. Тоже очень хорошо. Может быть, я так и сделаю. Сейчас посмотрю, в квартире есть песочек или нет. И слегка я могу присолить песочком. Все этого достаточно. Также сейчас пролью. Накрою крышкой. И дальше покажу свои действия. Итак, после того, как я пролила эти ложки, я их устанавливаю на подогреваемый коврик. Я его приобретала в прошлом году. Опробовала. Замечательная вещь. Теперь не нужно думать, куда эти баночки и скляночки ставить на батарею. Здесь есть даже такой чисто символический датчик, где можно слегка регулировать подачу тепла. Семена всходят просто замечательно. Оставлю их здесь, на этом коврике, на несколько дней без света. Потому что лампы у меня в квартире, конечно же, нет. За несколько дней семена в любом случае не взойдут. Ну и, конечно, я их уже отвезу в деревню. Обязательно поставлю под лампы. Потому что эти все растения, они прорастают на свету. Ну и в конце видео хочу сказать, что следующий посев у меня будет с 15 по 20 февраля. Высевать буду семена лука для выращивания на головку в однолетней культуре. Ну и у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Желаю вам всего самого хорошего. И всем пока!